Добрый вечер! Сегодня мы об этом поговорим. Отец Мини, добрый вечер! Добрый вечер! Да, ну предлагаю начать с притчи и предлагаю, прошу вас прочитать нам эту притчу, чтобы было понятно. Ну давайте, я прочитаю, потому что беседа на основании этого текста евангельского, и, конечно же, он очень особенный, этот текст, и не зря его именно читают перед началом Великого Поста. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или, как этот мытарь, почусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Да, вот мы прочитали, почему именно эта притча задает тонн нам и всей приготобительной седмицы, и всему великому посту. Ну, даже вся неделя, это называется «Неделя мытрии и фарисеи». И, конечно же, суть всего происходящего в этой притче в том, что, ну, можно много здесь говорить с различных точек зрения, но одна из таких ярких особенностей этой притчи – то, что куда смотрели эти два человека. Давайте сравним их взгляды. Мытарь и фарисей. Фарисей, стоя в храме, он смотрел не внутрь себя, а смотрел наружу. Он говорил, вот этот вот рядом мытарь стоит такой-сякой, вот там прелюбодей, там какие-то там убийцы, там, а я-то хороший. И этот взгляд его, направленный вовне и осуждающий всех, кто вокруг него стоит, он совершенно не помогал ему изменить себя в лучшую сторону. И, наоборот, взгляд мытаря. Он стоял в самом конце храма, даже там, чувствуя себя, как говорят, не в своей тарелке, да, очень внутренне напряжённый, и внутри себя разбирал свои грехи и говорил о чём? «Боже, милостив, будь им не грешник». Он внутри себя видел своё недостоинство, свою греховность, свои различные ошибки жизненные. И ему было ни до кого. То есть он не смотрел ни на фарисея, стоящего впереди в храме, ни на каких-то других людей. Ему было совершенно, можно сказать так, безразлично по отношению к грехам других людей. Ему было важно, чтобы его грехи Господь простил. И в этом очень важный, наверное, основополагающий момент этой притчи. И Господь в конце её подводит итог, говоря, что вот тот, кто просит прощения, тот, кто видит свои грехи, тот, кто кается в них, тот и выходит из храма более оправданным, нежели тот, кто пришёл в храм просто постоять, может быть, поблагодарить о чём-то, может быть, какие-то другие действия сделать, но не каясь и не очищая свою душу, он выходит менее оправданным, чем этот мытарь. К сожалению, часто мы в храме, пребывая, думаем о чём угодно. Думаем о своих каких-то занятиях, думаем о семье, может быть, о каких-то рабочих моментах, может быть, ещё о здоровье или множество различных человеческих нужд в головах людей, в храме пролетает и мысленно, и об этом они просят. Но вот покаяние, к сожалению, мы очень часто забываем, стоя в храме, внутри себя возбуждать, то есть возжигать вот это чувство покаянное, через которое единственно мы очищаемся. Потому что, конечно же, надо просить помощи Божией в воспитании детей или в рабочих каких-то проблемах, или в здоровье. Нужно это делать, я не спорю с этим, но это должно быть второстепенным. Ибо сам Господь говорит в другом месте Евангелия, ищите Царство Небесное, остальное всё приложится. А в другом месте Евангелия, он говорит, Царство Небесное внутри вас есть. То есть мы должны искать Царство Небесное внутри себя. И если на месте Царства Небесного в нашем теле, как в храме, мы видим не благодать Божию, а грехи, то, конечно же, мы должны раскаиваться в этом, что мы совершенно неправильный образ жизни ведём, и совершенно не то, что нам заповедано Господом, делаем со своим телом и душой. Из этого происходит исправление. Когда больной человек выздоравливает, когда он видит свою болезнь и начинает её лечить. Если же человек не видит, что он болен, то он и лечить её не будет. А значит, останется больным. То же самое и здесь. Важные значения и перед Великим Постом и Дни, Великого Поста, играют такие песнопения, которые начинают со слов «покаяние от верзия медведи Жезнодавча». Те люди, которые бывают на всеночном бдении, это по субботам вечером, они уже услышали эту песню, то есть в субботу началось это пение, то есть торжественно так, то есть после чтения Евангелия гасится свет, и люди там, кто на колени встаёт, кто… Прямо перед полейлеем как раз. Да. Ну и вся вот эта песнопения будет и всю седмицу, и до пятой недели Великого Поста будет исполняться в субботу вечером, если кто-то заинтересуется, может прийти на субботу всеночную вечером сам послушать. Случайно ли это песнопение исполняется после чтения Евангелия, и какую роль оно играет? Конечно же, ничего случайного в богослужении нет. И, конечно же, это всё очень закономерно и рассудительно было вставлено теми, кто создавал богослужение. И здесь вот то, что я перед этим начал говорить о покаянии, о внутреннем созерцании себя, о том, чтобы внутри увидеть свои ошибки и стараться их исправить. Конечно же, и это песнопение, оно также подводит нас к этому, к совершенному правильному чувству покаяния. Ведь если мы читаем, ну, допустим, Евангелие от Матфея, то сам Господь говорит «покайтесь, ибо приблизилось к вам Царство Небесное». И во всех этих моментах мы видим, что единственное, что Господь от нас хочет, это покаяние. И это как раз то, чего у нас нет, к сожалению. И поэтому ещё раз, уже с другой точки зрения, не через евангельские тексты, притчу, не через какие-то поучения, а через песнопение Церковь напоминает о том, что мы должны просить у Господа покаяния, отверзь, зимит дверь. Почему? Ну, почему покаяние, я думаю, всем уже более-менее понятно. Почему Господь должен двери покаяния нам открыть? Мы неужели сами не можем их открыть? Ну, как показывает духовное, так сказать, жительство многих людей, без Бога ничего доброго мы сделать не можем. Только злые дела из нас исходят, а добрые дела мы можем сделать только, если Господь нам их дарует. Поэтому и здесь мы просим также, Господи, помоги нам покаяться, увидеть свои грехи. Помоги нам войти в эти двери покаяния, чтобы войти через них в Царство Небесное. И в этом песнопение очень ярко выражено покаяние отверзьями двери жизнодавчие. То есть двери покаяния ведут в жизнь. Жизнь дает Господь. А почему такой образ двери покаяния? В каких дверях идет речь? Двери, конечно же, сердца нашего. Опять же из Евангелия фраза такая же, об этом же говорящая. Все стою пред дверьми и стучу, жду, не отверзут ли мне. То есть двери нашей души, они внутренние двери. И если мы эти двери оставим затворенными, то даже Господь не может в них войти. Настолько Господь дал нам свободу выбора, свободу действий, что Он не насилует нас, не грубым, так сказать, методом входит в душу, а ждет, когда мы сами Его пригласим. И в то же время, с одной стороны, эти двери мы должны отверзть перед вхождением Господа, перед Его благодатью и очищением. Но, с другой стороны, мы даже без помощи Божией даже не найдем этих дверей. Об этом и говорится, что покаяние двери. То есть мы через это песнопение, через поучение Божие мы понимаем тогда, научаемся, что нам сделать, чтобы Господь к нам вошел. Потому что если мы в гордости пребываем, как этот фарисей, то не сможет Господь к нам войти, нам и не нужен Он. Мы пришли в храм только поблагодарить, о чем-то, так сказать, мелких вещах помолиться и уйти. А покаяния нету в мыслях фарисея, как это ярко видно из этой притчи. И, соответственно, нету отверстых дверей для Господа. Гордость закрывает двери нашей души пред лицем Божиим. И Господь не может войти к нам, а значит, не может нам помочь, исправиться и сделаться лучшими. Потому что, я повторюсь опять же, все, что у нас лучшего, от Бога. Сами мы себя улучшить не можем. Это вот надо, наверное, с этого начинать. Когда человек начинает свой духовный образ жизни изучать и как-то в нем возрастать, он начинает понимать, что, оказывается, он ничего доброго сделать не может. И если он этого не понимает, то, конечно же, дальше он и не сможет двигаться. Было огромное количество опытно показанных случаев из жизни и подвижников, и грешников, и прочих людей, которые ярко своей жизнью доказали, что без Бога, как наша поговорка говорит, не до порога, что мы не можем измениться без Божьей помощи. И здесь как раз об этом тоже говорится. Покаяние двери отверзими жизнодарчиками. Как нам совмещать наше покаяние? Например, приходит человек, сейчас я буду каяться, тут дети, давай это сделаем. Или можно прийти, например, в гости к человеку и не замечать его. Как нам совмещать так, чтобы и вроде не обидеть и ближнего своего, не отвергнуть его в нужный момент, когда ему требуется помощь, например, и в то же время внутри себя сохраняться? Ну, конечно же, это есть сложность в том, что человеку нужна уединенность, определенная уединенность для этих действий внутри себя. Потому что, конечно же, внешние факторы отвлекают нас. Мы должны переводить свой взгляд с внутреннего своего мира на внешний мир. И таким образом отвлекаться от внутренней уборки, от внутреннего переделывания себя. Конечно же, это есть. Но здесь, опять же, надо просить у Господа помощи и в этом, потому что те же дети или те же гости или те же какие-то обстоятельства жизни, которые нас отвлекают от духовного делания, они могут быть Господом очень легко управлены и перестать нам мешать. Мало того, часто бывают такие случаи, когда тот или иной образ действия детей или каких-то других обстоятельств житейских приводят к нас к покаянным чувствам. Ни с того ни с сего видя, допустим, те же дети, вот только что они меня отвлекали, и вдруг что-то сказали или что-то сделали такое, что пронзило буквально сердце, и сердце слезами залилось, насколько же я нечистый. То есть увидеть свою нечистоту на сравнение с детскими мыслями, с детскими чувствами, с детской чистотой – это тоже промысел Божий о нас. Поэтому здесь нельзя ничего отметать. Но во всем надо просить помощи Божией, и тогда все будет на пользу идти. И наоборот, если мы будем считать, что это нам не на пользу дано, а случайностей в этом мире нет. Все случайности, произошедшие с нами, это закономерности в промысле Божьем о нашем спасении. Если мы будем считать, что это нам мешает, значит промысла Божьего нет о нас. Значит, мы отметаем его, и те же дети или те же обстоятельства, которые якобы нам мешают, они могут нам и помогать. Но для этого нужно, во-первых, изменить свой взгляд, то есть опять от фарисейского, ну что вы мне тут мешаете? Я тут делом спасения своей души занимаюсь, а вы тут меня отвлекаете. Это тоже неправильный подход. Поэтому во всем и везде нужно видеть руку Божию, тогда и будет все на пользу. На что нам еще нужно брать внимание и вот сейчас, и вне Великого Поста? Конечно же, наша жизнь, она многогранна и очень много в ней различных моментов, связанных с интересами, с обязанностями, иногда с тем, что нам и не нравится. Но мы все в этом мире, без исключения, призваны к одному, к поискам спасения своей души. И вот это время, которое сейчас уже началось, и время дальнейшего Великого Поста, оно должно как можно больше быть отдано для поисков спасения своей души. Мы все знаем, что там есть такая заповедь, там десятину надо отдать Господу, десятую часть от всего, что у меня есть. Вот время Великого Поста, это та самая десятина, то есть десятая часть времени нашей жизни в течение года, который мы должны отдать Господу спасению души, молитвам, покаянию и прочим делам во спасение. Потому что мы спасаемся не только покаянием, но и добрыми делами, но и другими добродетелями. И здесь, конечно же, нам главное не забыть в суете мирской об этом времени, потому что время проходит очень быстро, и мы часто его сквозь пальцы просеиваем, как песочек, он утекает, потом оглядываемся, вот уже и Пасха подошла, а что я сделал? А я даже, может быть, и забыл вообще, я о посте и не постился, и даже в храм, может быть, не сходил в течение всего Великого Поста. Ну, конечно же, будут оправдания, кто-то там, может быть, заболел, кто-то там что-то надо было сделать особо важное. Оправдания всегда найдутся, но надо постараться, вопреки всему это время, предоставить Богу и спасению своей души. Именно для этого время Великого Поста и предназначено. — Как научиться видеть в себе грехи? Как определить? Ведь самый главный грех у нас — это гордость наша, да? Как вот её в себе распознать? — Ну, если исходить из этой притчи, то здесь Господь как раз яркий такой пример даёт, как увидеть свою гордость. Гордым Господь противится, смиренным посылает свою благодать. Первый признак, что мы находимся в гордости, это если у нас что-то не получается. Если мы просим у Бога, если нам действительно нужно какие-то моменты жизненные, что-то не складывается, что-то как-то не слышит, как некоторые говорят, не слышит меня Господь, мои молитвы. Надо задуматься, а почему Он не слышит? Ведь Он вас сотворил, Он вас родил в крещенской купели, Он ваш Отец Небесный. Как же Отец Небесный может вас не слышать? Только в одном случае, если ребёнок убежал, можно сказать, от своего отца, когда дети вас не слышат, когда они чем-то своим увлечены, и вы хоть, как говорят, кол на голове тиши, а всё равно ничего не происходит, дети не меняются. То же самое и мы. Вот в своей гордыне, в своём превозношении над внешними людьми, над каким-то, может быть, и близкими, может быть, и неблизкими, мы в своей гордости, к сожалению, присваиваем себе, именно себе, что это я достиг, все добрые качества, все какие-то моменты, где нам что-то удалось хорошо сделать в своей жизни. Мы себе это присваиваем. Если мы это делаем, то мы уже гордостью поражены. Не мне, Господи, а имени Твоему Святому. Надо повторять слова апостола Павла. Иначе, если мы себе начинаем присваивать то или иное добродетель, то или иное какое-то благое дело сделанное, тот или иной случай, когда как будто бы мы вот так вот очень разумно поступили, и вот у нас всё сложилось, если мы это себе присваиваем, мы уже в гордости находимся. И почему Господь перестаёт нас слышать? Чтобы мы дальше в гордости не утопали, Он перестаёт нам помогать в каких-то наших обстоятельствах жизни. И через это мы начинаем задумываться так, а что происходит? Почему раньше у меня всё это получалось, а сейчас этого почему-то не получается? То есть Господь не из-за гнева на нас отворачивается от нас, а из-за того, чтобы мы, увидев, что у нас не получается даже то, что раньше получалось совершенно легко и просто, мы поняли, что мы идём не в том направлении. И задумались, значит, я в гордости присваиваю себе то, что принадлежит Богу. То есть гордость – это качество, которое самое первое, что нас отдаляет от Господа. Это гордыня. И здесь она происходит очень незаметно, очень, так сказать, вкратчиво входит в нашу душу гордость, но поражает её настолько сильно, что человек потом уже ничего не слышит, ничего не понимает. и, что самое страшное, никого и слушать-то не хочет. Многие ему говорят, да ты в гордости своей погряз, да ты посмотри, что происходит. А он отринет и этих людей, которые по любви к нему об этом говорят. Он отринет и руку Божию, он всё отринет, лишь бы быть выше всех. Ну, как и сатана, собственно. Он нафантазировал себе, что будет выше всех, выше даже самого Господа, и в связи с этим был незринут в ад, то есть потерял вообще всё. Как и мы сейчас видим, что происходит с гордецами. Они имели часто очень много в этой жизни, и всё это теряют через гордыню. — Почему они? Мы, они. Ну, вообще у гордости множество проявлений, да, в частности, наше любимое. Ну, лично моя точная – это обидчивость. Вот обижаюсь часто. Наверное, что многие из нас тоже что-то, кого-то там предпочитают больше, может быть, да? То есть вот обиды у нас, или, например, нас задевают, когда что-то там отойти там, не мешайся, например. Вот у нас тоже внимания нам не уделяют. — Да, если, так сказать, пересматривать все, ну, хотя бы основные такие качества гордости, то мы увидим, что гордость – это самолюбие. Уязвлённое самолюбие, когда вот я думал, что ко мне так должны относиться, а ко мне как-то иначе относятся. — Тут нам внимания не уделяют. — Да, внимания не уделяют. Там прошли мимо даже, там ничего там… Я-то ожидал чего-то большего, а тут даже что-то там не посмотрели в мою сторону. А если ты чувствуешь себя греховным, как тот мытарь, да кто я такой, чтобы на меня смотрели? Кто я такой, чтобы ко мне относились хорошо? То есть и здесь мы сразу начинаем со своей гордостью бороться. Если вспоминаем эту притчу. Или гнев. Чуть что не по мне. Вот я сказал так. Если так не сделали, ну, всё, вспышка гнева, там, крики, оры и прочее. Это тоже проявление гордости. Любое гнев. — Почему нас должны слушаться, да? — Абсолютно правильно. — Мы настаиваем на своём мнении во всём. Мы считаем, как должно это выглядеть, как должно здесь. — Мы считаем себя вот почему-то центром всего, в том числе центром внимания, центром воли изъявления, центром ума, центром каких-то поучений. И если кто-то что-то говорит иначе, как это так? Нельзя, нет. Вот только я истинно в последней инстанции и никто и другой. И это сразу раздражает и в гнев вергает человека горделивого. Ну и, конечно же, последний, так сказать, край гордости, если человек отрицает существование Бога. Воскликнул гордец в гордыне своей несть Бога. То есть нету Бога. Гордецы восклицают. Поэтому и всякий человек неверующий, какой бы он ни был хороший, если он не верует в Бога, как это ни странно звучит, в нём есть гордость ума. Но некоторые с точки зрения науки пытаются объяснить, что Бога нет. Это бессмысленно. Сколько было академиков, учёных, верующих, а человек даже профессорского звания не имеющий, но высшее образование имеет, он считает себя умнее Ломоносова, Павлова, Менделеева, Королёва и прочих академиков. Они были верующие. А вот он не верующий. И он знает почему. Это тоже гордость. Это тоже превозношение и выставление своего мнения как истину последней инстанции. Ни в коем случае. Это тоже надо чётко в себе видеть и сразу же стараться из себя исторгать. Такой подход. Как ни странно, гордость подразумевает уныние. То есть если я горжусь чем-то, и вдруг это у меня отымается, что происходит с человеком? Сначала он гневается, а потом в уныние впадает. Это тоже следствие гордости. Как это так? Я и ко мне так отнеслись. Да ну, всё плохо. Как говорят, всё, я ухожу, меня здесь не ценят, отстаньте от меня, а я вот теперь буду жить и живите без меня. Но нету незаменимых людей, надо это тоже помнить. И это уже тысячелетия нашей жизни на земле показали, что всегда замену Господь посылал. Другое дело, что а что же с этим человеком-то происходит, который сам по своей горделивой натуре отказался от дара Божьего? Господь его поставил на это место. Неси вот это послушание и исполняй его, радуйся, потому что я тебе помогаю, потому что у тебя всё здесь получится, и ты спасёшься этим. Человек, отказываясь от этого по гордости, впадает в уныние, потому что он становится действительно не нужен. Человеку всегда хочется чего-то большего. Да, тоже желание начальствовать в нас, который живёт, да? Да, тоже по гордости. И тоже из гордыни происходит это всё. И когда мы начинаем соприкасаться с различными проявлениями гордости, мы видим, что центр у всех этих проявлений один и тот же. И всё из одного центра исходит. Грехи, они так и различаются. Есть грехи телесные, там, чревоугодие, блуд и какие-то такие усложнения плоти, да, сластолюбие такое плотское. А есть ещё тоже сластолюбие душевное. А есть, совершенно правильно. Есть вторая часть грехов, которая относится к усложнению своей гордости, к сластолюбию духовному. И это вот два сластолюбия, которые, ну, первое-то его ярко видно, да? Человек, если алкоголик, вот это сластолюбие, приведшее его к деградации, да, физической и духовной. А вот как человеку увидеть гордость, если он этим сластолюбие настолько уже отравлен, что ему даже на прямые факты, на прямые указания, он говорит, нет, это не так. Это вы на меня наговариваете. Это вы просто ко мне плохо относитесь. Вот удивительно, но гордость имеет такую функцию самообороны. Что-то, если не по неё, то человек просто отрицает, закрывает глаза и всё. Ну, в противоречии, да? Когда нам что-то говорят, вот если мы первое слово говорим «нет», вот так вот, нет. Как часто? Это даже в привычке. Вот у многих людей, когда беседуешь с ними, ну, беседа, она подразумевает выражение и своего мнения. Не просто слушать собеседника и во всём с ним соглашаться. Ведь, согласитесь, это естественно, что он своё мнение говорит, ты своё мнение говоришь. Он какие-то свои факты приводит, ты свои факты приводишь. Как только ты начинаешь приводить факты, которые ему не нравятся, собеседнику, сразу слышишь «нет». Нет, нет, это не… Нет, вот это вот вы здесь зря вот эти факты привели. Это они вообще не к этой теме и сюда не подходят. Почему не подходят? А потому что мне они не нравятся. Можно так сказать, продолжить, да? Но человек говорит «да нет, это просто вы не понимаете». То есть всегда, во всех спорах, во всех каких-то разборках, как мы говорим, людских, всегда основной фундамент – это гордость. Поэтому где вы ссоритесь, где вы обижаетесь, где вы гневаетесь, где вы унываете, везде и всюду вы найдёте следы своей гордости. И где у вас что-то не получается, где вот вы, казалось бы, ну всё, вот всё должно сложиться, уже всё для этого сделано, а ничего не получается. Это тоже следы вашей гордости. Смиренным Господь посылает свою благодать. И смиренным Господь помогает. Гордым противится. И, казалось бы, всё, так сказать, что необходимо для достижения какой-то цели, есть, а цель не достигается. Почему? Потому что Господь противится. И всё. И ты, как говорят, тут хоть вот через голову перепрыгни свою. Ничего не получится, потому что Господь не даст этому быть, для того, чтобы ты не погиб в гордости достижений своих. К сожалению, вот это тоже яркое проявление гордости. Поэтому посмотрите в своей жизни. Если есть эти проявления, то вы можете себе сами поставить диагноз. Да, я гордец. И, увидев это, не в уныние впасть, опять же, опять же, действие гордости будет, а в покаяние прийти. В исправление. Да. Покаяние, оно подразумевает правильный выход из греховной ситуации. Оно подразумевает исправление, оно подразумевает просьбу помощи ко Господу. А значит, смирение своей гордости. А значит, я не могу сам себя исправить. признание этого. А если я сам себя исправить не могу, значит, мне нужен Спаситель. Господь Иисус Христос. Мы его не зря Спасителем называем. Без Него мы не можем исправить ни один из своих каких-то греховных привычек, своих страстей. Но нам-то кажется, что мы сами справимся. Вот, да, вот, когда кажется, креститься надо, да? Есть такая поговорка. Значит, конечно же, нам кажется. И причем это, то, что нам кажется, это не всегда даже наше мнение. К сожалению, в этот момент нам бесы внушают, что да нет, это не так. А мы принимаем это за свое мнение, что нам так кажется, а значит, это правда. Если мы, почему и говорят, что когда кажется, креститься надо. То есть, беса отгоните от себя. И вот эта кажущаяся правота, кажущаяся ясность ситуации, вдруг исчезнет, человек вдруг поймет, слушай, а я, оказывается, и не видел ничего. Как его отогнать, бес? Вот то, о чем мы говорим в течение всей этой передачи, это как раз и нужно для нашего спасения от всех нападок и наветов бесовских. Если в Евангелии есть такая фраза, Господь говорит, род сей, бесовский, подразумевается род, изгоняется лишь постом и молитвою. И в том числе для этого нужен пост, великий пост и молитва покаянная, чтобы отогнать от себя бесов, чтобы увидеть свою наготу от добрых дел, чтобы увидеть свою немощь и слабость, чтобы увидеть, насколько мы даже не знаем, кто мы. Вот удивительно, но если вдуматься, то человек, когда он рождается, пока он ребенок, он в своей чистоте душевный, он часто спрашивает родителей, папа, мама, а кто я такой? Вот для чего я здесь? Что мне нужно? Кем я должен стать? То есть ребенок задает эти вопросы другим и совершенно сам не имеет ответов на них. А что меняется, когда человек вырастает? Неужели что-то в его естестве меняется? Нет. Мы так и продолжаем не знать, кто мы такие. Господь об этом в Священном Писании говорит, что вы не знаете, откуда пришли, куда идете? Кто знает? Только Господь. Поэтому, чтобы нам определить свое местоположение в этом мире, чтобы мы наконец-то поняли, кто мы такие и для чего мы здесь, и что от нас требуется, и чему надо научиться, и чего желать, к чему стремиться, мы должны от Господа это понимание получить. Если мы этого не получим, мы так и не разберемся сами с собой. мы даже себя познать не можем. Мы не знаем наших талантов, которые даны нам от Господа. Но если Господь нам их не откроет, то мы их использовать не сможем. К сожалению, это так. А чтобы Он нам их открыл, мы должны открыть свою душу для Бога. И вот это все, видите, такая цепочка взаимосвязей, которая начинается с чего? с покаяния, с отверстых дверей для Господа нашей души. Мы продолжим с вами передачу, пока примем звонок. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Алло. Что-то не получается? Да, ну, попробуйте еще раз. Ну, продолжим мы дальше с вами разбирать наше проявление гордости, да, вот та же мнительность, то есть часто люди думают, что о них что-то плохо там думают, что-то им там замышляют. Еще вот люди гордые, они не могут просить прощения. Да, очень хороший тест, да, вот как есть тест сейчас там на коронавирус, то есть такой же тест на гордость. Если что-то произошло, ты просто скажешь человеку, попроси прощения. Нет, как это я буду просить прощения? Он виноват. Они же виноваты, я тут при чем? Я не буду, что же я буду унижаться перед ними? А на самом деле в чем тут унижение? Наоборот, тот, кто просит прощения, он сильнее, потому что он признает свои ошибки. Но мы все в этом мире живем и ошибаемся. Это истина, так сказать, по взглянной инстанции, как дважды два-четыре. Нету людей, не согрешающих, не ошибающихся. Мы все так или иначе допускаем ошибки. Остается только признать эти ошибки, чтобы исправиться. А как мы их можем признать? Попросив прощения, да, действительно, ошибся вот здесь. Простите, я буду стараться в следующий раз не допускать ошибок. Причем эти ошибки мы, конечно же, сваливаем на других. Я ошибся, даже те, кто видят свою ошибку и даже просят. Но я ошибся не из-за того, что это я. Это они меня в эту ситуацию вергли и запутали меня. Может, я и согрешила, но это по их вине. Да, но, понимаете, вот даже здесь гордость выкручивается. Самооправдание. Удивительное, вот насколько ее трудно поймать. Она вот как кусок мыла. Ты вроде его схватил, раз, а он выскользует. То же самое гордостью очень трудно, так сказать, пришпилить и уничтожить внутри себя. Почему святые отцы, все, кто достиг истинного смирения, а значит, победил гордость в себе, они все без исключения просили прощения у всех окружающих. Они все без исключения говорили, я самый грешный и недостойный раб Божий в этом мире. То есть они, и это не просто, так сказать, теоретически, они это искренно и ясно осознавали, что действительно я самый грешный, действительно я самый немощный. Почему? Потому что они видели свои недостоинства, они видели, что все, что у них есть хорошего, все это дары Божии, а все, что есть плохого, это они сами. Вот, к сожалению, мы очень далеки от этой точки зрения и поэтому, наверное, так часто у нас жизнь и не складывается и не получается нам и не то, что исправится, а жизнь даже заканчивается, а человек так и не приходит к самопознанию и изменению себя в лучшую сторону. Он так и уходит вместе с гордыней в другой мир и что там эта гордыня ему сулит в том мире, ну, только жалость возникает по отношению к этому человеку, потому что гордые в Царство Небесное не наследуют, не войдут они в Царство Небесное. К сожалению, вот те люди, которые не покаявшись выходят из этого мира, не осознавая своей гордости, они гибнут. Вот, это надо четко понимать. Да, надо понять, что гордые все, но спасаются только кающиеся. Да, да, именно вот почему красной нитью через все Евангелие проходит вот этот вот призыв Господа, да, глаз выпиющего в пустыне, покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Почему мы об этом забываем? Мы говорим о чем угодно, мы говорим о каких-то там добродетелях, мы говорим о каких-то добрых делах и поступках, мы говорим о ценностях общечеловеческих, но о покаянии никто не говорит. Почему? Ну, потому что это, наверное, труднее всего признать свои ошибки, попросить за них прощения и постараться их больше не совершать. Это труднее всего. Легче всего философствовать, вот, говорить. Кстати, многословие, это тоже как звоночек, да? Да, потому что многословие для чего оно? Знаете, как павлин, он свой хвост так вот распушает, чтобы показать красоту, да? Когда хвост сложен, ну, ничего красивого, там, ну, ходит такая вот почти курица, а когда вот павлиний хвост распускается, ой, красота какая. Вот, многословие это такой павлиний хвост в какой-то степени, который к чему приводит? Только к тщеславию и гордости, к тому, что человек показывает, какой он умный, как он хорошо может сказать, как он много знает, как он добр, ведь он же разговаривает, отвечает на вопросы, он вот этими вещами тщеславится, к сожалению. И этот же человек, вот, при аудитории там, чужих людей показывал все свои знания и часами мог говорить с ними, когда он приходит домой, он с близкими и даже разговаривать не хочет. А что мне им показывать свой павлиний хвост? Не, пускай вот терпит меня таким, какой я есть на самом деле. К сожалению, вот тут сразу все становится на свои места. То есть, вся эта гордость, которую там он скрывал за витиеватыми фразами, за красивыми какими-то образами, в домашних условиях это все осыпается, и человек становится таким, какой он есть. и, как правило, с такими людьми очень трудно живется близким, потому что они, ну, к близким-то как раз и относятся хуже всего. И как говорят, да, хочешь узнать о своих недостатках, спроси у своего ближнего, кто тебя все время терпит, и вот он тебе как раз и скажет на все твои недостатки, которые нужно исправить. Да, вот обязательно, конечно же, надо спрашивать о своих недостатках, но здесь опять у меня в голове всплывает священное писание, на которое мы должны опираться в основном, которое говорит, что если разумный человек, к нему пришел другой и сказал ему его недостатки, разумный человек как поступит? Он поблагодарит того человека, который ему указал на его немощи и ошибки, и недостатки. Неразумный человек, если ему сказать о его ошибках, он чего? Он разозлится, он станет врагом этому человеку. Вот с этой точки зрения тоже посмотрите, как вы относитесь к тем людям, которые вам указывают ваши недостатки. Как вы к ним относитесь? Вы злитесь на них или вы благодарите их за то, что они показывают вам недостатки? Это тоже очень яркий показатель гордости. Да, еще один такой показатель, который, наверное, тоже всем нам присущ это любопытство. Те же даже новости, которые мы смотрим, это тоже как проявление в суету уклонения, это уход из внутреннего нашего мира. Это тоже сластолюбие, конечно же. Не зря в Риме восклицали хлеба и зрелищ. Хлеба – это для живота усложжение, а зрелищ – это усложжение для души. то есть мы не сильно от тех двухтысячелетней давности времен ушли, все то же самое. Сели на диван, взяли еды, включили телевизор, вот хлеба и зрелищ, все то же самое. Но эти все новости, если там проходит день, два, а то и месяц, и все, мы даже забываем, о чем там шла речь-то. Причем все одно и то же. Одно и то же. Приедешь, и все равно все одно и то же происходит. Ничего нового. Все крутится вокруг одних и тех же человеческих слабостей или человеческих каких-то положительных качеств, потому что разные передачи, разные события происходят. Иногда мы слышим о подвигах, но чаще мы слышим о отрицательных качествах людских, и почему-то нам это нравится смотреть. Вот это удивляет. Но, наверное, опять же, по гордости, потому что если я вижу, как другие грешат, а я этого не делаю, я тот самый фарисей. Благодарю тебя, Господи, за то, что... А может быть, это просыпается в нас какие-то, да, вот это то, что, например, очень многие любят какие-то фильмы ужасов, да, сцены какой-то злобы, насилия, и, может быть, это как раз вот эта ветхость в нас, да, вот эта гордость, оно просыпается и находит сродность вот эта, наверное. Я думаю, конечно же, страсти все эти в нас спящие, они же никуда не исчезают, они просто спят внутри нас. И как только мы создаем для них удобную среду обитания, они сразу просыпаются и, естественно, сразу же начинают в нас жить. и многие говорят, так я же живу этим, да, вот если я не посмотрю какой-то там фильм или там, не знаю, не схожу в ресторан, я не живу или там, не знаю, не съезжу в какую-то поездку, которая ничего не приносит. Для меня жизнь закончилась, да, а где же все-таки духовные наши внутренние нравственные основания? Вот их мы, к сожалению, за вот этим многообразием страстей мы их совсем забросили. Знаете, как когда в огороде вот мы посадили клубнику, да, и не ходили туда год-два, потом приходишь, а где же тут клубника? Тут одна крапива и лопухи. Ну, я же ее сюда сажал, она должна быть здесь. Может быть, где-то там под каким-то лопухом одну-две ягодки найдешь. Вот то же самое в нашей душе. Мы вот за крапивой и лопухами страстей своих мы теряем те добрые качества, которые тоже в нас есть. И они были насаждены Господом. То есть нам всем были таланты от Бога розданы. Кому-то один, кому-то пять, кому-то там десять талантов. Но если человек не следит за чистотой своей души, то эти таланты скрываются под крапивой, лопухами, тернием и погибают. Вот это надо быть И Господь нам говорит, да, чтобы ваше око было чисто. Да, если око будет чисто, то и все, тело будет чисто. Если око будет темно, то и все тело будет темно. Но это естественно, и даже такую аналогию для домохозяек очень ясную можно привести в этом случае. То есть, если в квартире темно, то как там уборку-то сделать? Ты же даже не видишь, где грязь, где пыль, где чего. Ты просто будешь в темноте ходить и ничего не видишь. А когда свет включил, ой, да как же тут грязно-то? Она еще окно открыла, ой, да какой же тут затхлый запах-то? Надо проветрить все. Вот то же самое в душе. Если свет Божий, мы открываем дверь пред Господом, и вместе с Господом в душу входит свет Божий, который сразу же показывает нашу грязь. Почему ведь человек не видит своих грехов? Потому что он в темноте живет. и в этой темноте он даже не понимает, обо что он спотыкается, почему так трудно дышать, такая затхлость, почему на душе всегда противно и мутно как-то вот тошнотно, как сейчас это некоторые говорят. А потому что там темно и не проветривалось уже годами. Ни уборки, ни проветривания, ничего там не было. А когда свет Божий туда проникает, человек видит, а, так надо вот это выбросить, вот это надо выбросить, вот это надо вообще, как оно сюда попало. То есть человек начинает убираться в душе, в своей собственной душе, как домохозяйка в квартире. И некоторым я спрашиваю, ну, вот если там месяц вы не убирались, что будет у вас в квартире? А если год не убирались, а если там 10 лет не убирались, бомжатник будет в квартире. А вот представьте, вот вы там 5 лет там или там 10 лет не ходили на исповеди причастия. А что у вас в душе-то творится? Такой же бомжатник. То есть сначала начать с выгребания крупного мусора, да, из-за крупных грехов? Ну, конечно. Вот как мы начинаем уборку в квартире? Сначала по-крупному что-то, а потом уже пыль протирать. Сначала надо вынести все воняющее, весь там мусорное ведро, которое там два года стоит и тухнет. Ну, то есть по-крупному сначала, а потом уже от более крупного к более мелкому исходит человек. И чем светлее у него в душе становится, тем больше он видит этих всех грязных пятен. Ну, как на черной ткани грязь не видна, или как в темноте грязь не видна, так же и здесь. На белой скатерти любое пятнышко маленько видно, ярко видно. То же самое и здесь. Вот это надо четко понимать и стараться как раз вот все время поста заниматься именно этим. Чтобы у вас в душе к концу поста стало светло, радостно, чисто и проветрилась душа. Благодатью Божией стала наполнена благоуханием фимиама, богоугодного, то есть покаянным состоянием души. Послушаем звонок. Да, пожалуйста, говорите. Боджика благословите. Бог благословит. В своих посланиях? Апостол Павел иногда говорит, что человек состоит из души и тела. А иногда пишет, что из тела души и духа. Почему ты обращаешься на это внимание? Почему? Да, благодарим за вопрос. Спасибо. Ну, наверное, очень просто на этот вопрос ответить, потому что действительно есть, ну, вот у всех людей есть две части души, душа и тело. И если я детям объясняю так, вот если я ущипну, телу будет больно? Да, а душе? Нет. А если я скажу обидное слово, телу будет больно? Нет, а душе будет больно. То есть, это яркие проявления души и тела. Или во сне тело лежит без движений, а мы иногда просыпаемся в холодном потоке, говорим, ой, как же я устал, я там всю ночь там воевал или, не знаю, там от ужаса убегал от кого-то. То есть, это тоже проявление внутренней жизни души. А где же тут дух, спросите вы. Но действительно, мы часто забываем вообще о духе. А ведь дух – это то, что нами должно движить. И движет. Только в ком-то дух Божий движителем является, а в ком-то дух мира сего, то есть бесовский дух. И вот те люди, конечно же, не осознают, если они живут с детства в этом духе бесовском, то, конечно же, они живут именно этими греховными привычками. То, что им дух бесовский внушает, то они исполняют. Они его рабы становятся. Если же они духом Божиим живут, то они рабы Божьи становятся. И вот здесь как раз апостолу Павелу говорит, что есть душа, есть тело, а есть дух, который живо творит. Здесь речь идет о духе Божьем. Кроме того, есть еще люди не крещеные. Там дух Божий дается во время крещения, благодати Святого Духа. А те, кто не крестились, они не имеют этой благодати Духа Святого в крещении даваемой. Тут как раз только тело и душа. Да, я немножечко вставлю. Я тоже читала эту тему, что просто некоторые святые отцы даже часто управляют просто, как нам известно, что тело, душа и дух, но для более простоты, что некоторые святые отцы просто тело и душа, куда в душу, туда и душа, и дух входят. Поэтому просто для простоты вот так вот это тоже, конечно, да. Если все-таки укрупнять и разбирать по полочкам, то это более сложное состояние, потому что можно сравнить так, вот есть вешалка, это дух, а на нее навешивается одежда. Сначала душа навешивается на этот костяк, на эту вешалочку, а потом уже тело. И так же человек, когда умирает, с этой вешалочки сначала снимается одежда телесная, а потом уже душа с духом переходит в другой мир. Да, к сожалению, наша передача завершается, осталось всего 40 секунд, ваше заключительное слово. Ну, всем, конечно же, помощи Божией в подготовке к предстоящему Великому посту, всем желаю найти внутреннее истинное покаянное состояние души, потому что только оно здравое состояние души в покаянном чувстве. И, конечно же, всех призываю на исповедь, причастие. Без этого не получится ничего. Помощи Божьей с Богом. Да, благодарю, Остец Емени, что Вы к нам приехали. Приезжайте еще. До свидания. На сегодня все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok